МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Певец, фотограф, а теперь еще и танцор. В хореографическом коллективе «Пируэт» Александр Клепуков на расхват. Мужчины к балетному станку встают редко, поэтому, когда из колонок играет вальс, к нему выстраивается очередь из потенциальных партнерш по танцу. Я как такой творческий человек, можно сказать, да? Мне это вообще нравится. Как раз мне это подошло. Вот я на пенсию ушел, да? И чем бы я занимался? И вот эта жизнь продолжается просто прекрасно. Томилинский центр культуры заботился о старшем поколении еще до того, как это стало мейнстримом. В «Пируэте» пенсионеры двигаются под музыку уже шесть лет. В танцевальной труппе сегодня вальсируют 15 человек. В репертуаре бальные историко-бытовые и современные танцы. Выступление артистов видит не только их отражение в зеркале зала. Коллектив – частый гость на праздничных площадках поселка. Они, конечно, не станут профессионалами, это уже естественно. Но проявить себя и научиться элементарным основам хореографии, правильно ходить, правильно держать корпус, руки и танцевать, тем более на площадках больших, конечно, это достойно и им очень нравится. Танцы – лишь одно творческое направление, которым предлагает увлечься проект «Активное долголетие». В рамках программы можно бесплатно осваивать декоративно-прикладное творчество, рисование, актерское мастерство, хоровое искусство. В Люберецком округе старшее поколение с охотой отозвалось на предложение найти новое хобби. Творчеством пенсионеры предпочитают заниматься сообща. Им нравится общаться, они обмениваются опытом. Один умеет одно, другой умеет другое, они показывают, они рассказывают, они получают удовлетворение от той работы, в которую они вкладывают свой труд. О своем желании посвятить пенсию творческим увлечениям можно сообщить в Управление соцзащиты или Комплексный центр социального обслуживания населения. Специалисты помогут выбрать подходящее направление и подскажут, где его можно освоить.